приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана стоит ли бояться високосного 24 года 24 год високосный который отличается от обычного не только дополнительным днем но и особыми запретами и поверьями некоторые считают что високосный год это крайне неблагоприятный для большинства дел и жизненных задач поэтому стремятся не планируют на него ничего глобального так это ли нет и чего стоит избегать в новом 24 году расскажу вам сегодня несмотря на то что нет официальной статистики указывающие на то что високосный год отличается от обычного особо суеверные люди продолжают придерживаться поверье пришедших от предков например считается что високосном году не стоит играть свадьбу рожать детей строить дома начинать бизнес переезжать и так далее на самом деле согласно официальной статистике количество развода среди браков заключенных високосном году не превышают их среди тех кто играл свадьбу в обычно а дети рожденные в этот год не отличаются от рожденных в обычные годы то же самое можно сказать и при создании бизнеса строительство дома или переезда гораздо важнее прислушиваться к себе соблюдать законы вселенной ориентироваться на здравый смысл и квалифицированную помощь в решении любых вопросов однако есть несколько действительно важных моментов которым стоит прислушаться чтобы високосный год сложился удачно не делиться планами в первую очередь если хотите чтобы вашим планам было суждено сбыться старайтесь не рассказывать о них окружающим пока не пройдете треть или половину пути менять работу суеверия гласящие что високосный год не лучшее время для смены места работы не более чем суеверия скорее важно не делать это необдуманно если вы давно планировали поменять работу то не стоит ожидать еще один год если подойти грамотно к этому процессу взвесить все плюсы и минусы то смена работы принесет вам только удовлетворение путешествовать еще одно предостережение високосного года связано с опасностью считается что 24 год может быть действительно достаточно непредсказуемо для путешествий переездов но это не значит что нужно отменять планы или забыть об отпуске собираясь дальние страны неважно едете вы туда временно или насовсем важно заранее подготовиться изучить особенности этого места и предостеречь себя от возможных проблем разводиться последний запрет гласит о том что високосный год не стоит разводиться здесь также важно отметить что речь вскоре не о запрете как таковом а о том что из-за неспокойных энергии этого года могут возникать спонтанные поступки из-за которых последствия придется сожалеть если же решение ваше взвешено и принято холодной головой то ничего не бойтесь и делайте так как велит вам сердце с Субтитры создавал DimaTorzok